всем привет сегодня у нас 13 декабря ответа на вопросы давай жди привет привет вопросов только не вижу ну как обычно да ну расскажи что-нибудь да там что было впечатление у тебя же он первый так понимаю да такой живой собственный ну да так вот в таком масштабе как принципе были плюсы были своими это время я там на 1 час осваивался с этой ролью потому что знаешь когда реально такое количество людей понимали там зале было там 70 чем-то человек и в онлайне там около 400 то ответственность конечно же растет за мероприятие просто внутренне какой-то да да то есть принципе я там до этого проводил мероприятие тому 30-40 человек ну что в таком количестве конечно первый раз да это может быть первый час какой-то такой смазанный слегка получился но без потери качества материала потом был неприятный момент с траблами с техническими опять по доступам к онлайн-трансляции то есть я тоже на нервы это принял за 15 минут до мероприятия в личку мне уже там вот человека 2 постучалась у меня нету трансляции ну всех кого мог там технические специалисты просто специально обученные люди блин за это отвечают и все равно там мудряются лажать но никак повлиять не это на тот момент уже не было максимум то есть им понять что так нехорошо блин и надо срочно решить ну и собственно ря началось мероприятие то есть я уже не мог ну потом уже после окончания там 1 блок конечно и понял что там ситуация решается да то есть не так быстро как хотелось бы но включились там менеджера то есть сели на это прием звонков дальнейшем в следующий раз вряд ли такой повторится потому что они они сами прозрели то на самом деле не слишком много людей было таких у кого там произошла эта проблема но в моем понимании даже у человека проблема то и она даришь собственно вряд ли до начала мероприятия там пару человеком там в ручном режиме ты решишь по сути но тем не менее пошло и не понравилась в принципе аудитория то есть не люблю когда молчат знаешь что пришли туда сыпались вопросы из оффлайна из онлайна но чего мы сегодня организовали в принципе нереально ответить на все вопросы людей много да и вот сейчас мы посвятим это время собственно говоря все вопросы сейчас я пока какие-то вопросы мы будем сейчас пытаться людей вы это сейчас начнутся вопросы то будет ли запись будет ли запись я вижу там как артем курит блин то есть я для всех кто не знает то я курю всегда то есть жалко что на оффлайн мероприятиях нельзя курить я бы наверное на оффлайне потому что она на самом деле зависимость да она есть никуда ее не денешь а когда я курю я лучше думаю то есть я не думаю о том что мне хочется курить потому я ну всегда все знали что в таких вот мероприятиях я особо не стесняюсь блин я человек простой открытый я курю блин и тем самым уделяю вам максимально времени и качественно по этим вопросам если кто-то там возмущаться будет то я подумаю что с этим делать но вряд ли это изменить ситуацию под при том что я курю две пачки в день это плюс и конечно плюс а большого нет но контролировать это сложно да теперь мероприятие то есть мероприятие зашло по вопросам даже в первых двух блоках стал понимать начала понимать чем дальше я туда промещу по материалу идут тем больше проблематика то есть она носит массовый характер потому принципе я молодого мероприятия с денисом общались до мероприятия то есть и у него и у меня шквал консультаций которые отнимают массу нашего времени порою блин простые после которые в принципе ну для нас уже давно давно простые отнимают это время да вам приходится еще за это время платить поэтому в принципе и сложить постарался там мероприятия такой ключевой вещь которая повторяю по сути на каждой консультации на 75 процентов случаев да ну как видно лишь по результатам принципе у меня уже приходят в личку сообщения текстом и шустры то есть они уже в принципе начали реализацию этого материала идут поэтапно но вот я сейчас хочу сразу кто уже уже занялся предостеречь многие торопятся торопятся и допускают уже грубые ошибки в чем они заключаются сериал там в той последовательности которой его нужно и я не верю что самые быстрые за один день поделали первый раздел вот после фоток сборки там в хороших нишах блин может быть и тысячи ключей десятки тысяч и вот остановлюсь на этом потому что это очень важно и уже сейчас всплыли некоторые моменты с некоторыми людьми которые вообще забили ну я же уже собирал я дальше правлю я суть уловил и погнал так вот я вам скажу что суть уловить это хорошо конечно но ключи надо собрать заново как бы блин к небу их надо собирать если их сейчас не собрать скорее всего результат будет ну слабый или отсутствует что значит собрать я останавливался на этом и еще раз недостаточно их просто выкачать мальчам дворцам их надо жестокой подвергнуть сортировке в чем заключается жестокая сортировка удалить все нахер которое блин нерелевантно или слабо релевантно это ваше бабло из рекламы потом это вот эти вот вампиры которые будут вытягивать через серч термсы через тайтлы буллеты ваше бабло из рекламы цель вообще мастер-класса сберечь ваше бабло и приумножить то есть мне приятно сейчас получать чисто психологически такое эмоциональная кайфовая пишут я уже применил продажи удвоились я вообще кайфую от этого то есть на самом деле мне больше всего удовольствия доставляет именно вот эти успехи до людей остановлюсь еще на тех людей которых уже продается уже неплохо продается или хорошо продается начинают тупо беспощадно идти по этому по мастер-классу и все нахер чинить наизнанку этого тоже делать нельзя я останавливался на мастер-классе сейчас остановлюсь если у вас уже идут хорошие продажи здесь надо три раза взвесить до залить все группы ключей к кучу кучу мастер-классе в amazon one подробно вот до низкой частотки проанализировать что на сегодняшний день в топе что именно кормит вас сейчас то есть по сути если залить в amazon вы уже увидите все ключи которые в топе это ваши кормильцы они уже на сегодняшний день приносят вам продаж один чудик уборился вести весь тайтл буллеты и заново собрал я пообнаружил там много новых ключей результат понятен да всем я думаю все старые ключи слетели это нормально еще не раскачались результат видим вместо 20 продаж день 2 продажи моя рекомендация если кто-то уже натупил это сделал назад пока бэкап и вернуть то что у вас было и опять заново перри пересмотреть записи или блин записки охотника который в этом вели и посмотреть что нужно делать как и как правило и движение там уже не любит резких движений в рекламе резких сменов бюджетов резких сменов блин обидов амазон не любит ли резких движений в тайтла и все в чем хорошо окей если вы угадали бы это попали в тему и удачно залили тайтл зачастую криво может зайти криво это последствия это падение продаж декабря я вообще не рекомендую людям которые хорошо имеют продажи сейчас хорошие до конца декабря что-то трогать если трогать то надо понимать что это значит есть навыки всей оптимизации есть понимание то о чем я говорил на все 150 процентов тогда умный человек просто поменяет местами в тайтле нужные ключи давай поэтому слова волшебные там будет под оптимизирует под те ключи которые в amazon ваня там на второй-третьей странице и получат бустом еще дополнительных если вы так не милки да продать уже сезон для нормальность экспериментируйте уже на на менее рисковым январе потому что важно то есть меньше всего хочется получать коршун типов и для нас цвет пол я сделала не работаю я вас убеждаю буду убеждать на протяжении блин трех месяцев проведена сотня консультаций и дебилом мало называлась назвал за спиной может быть там единичные случаи и там скорее всего проблема него ну я уверен то что если на 95 процентах это работает это удваивает и улучшает улучшает динамику по ключам то это работает я никогда в жизни не рискнул проводить массовый мастер-класс себя не был в этом уверен вот и все поэтому если вот вопросы сейчас давайте вот по сути вопросы я вижу например один от вопрос появился какая стратегия лучше с ними начали пытался скажем он есть дорогие товары или более простые что понять нишу ребят начнем с того что этот вопрос не относится к теме мастер-класс это раз ну вы должны понимать что это не совсем к улучшению листьев поэтому я призываю в рамках этого лайва да задавать вопросы грамотно по мастер-классу вам я ответил хороший проект по есть дешевый если бабло у вас есть как и денис я думаю меня поддержит всеми руками если вы стартуете никогда еще не занимались амазоном лучше блин известно наш чувак тренируйся на кошках тренируйтесь на дешевый и на маленькой партии пока научитесь азам основам у нас не лучше нанять кого нет я вообще знаешь я стратегия по сами меня это не сам это и серия сам я сам шишки набью ну чё вот если бы я не потратил на это год я бы просто потерял бабки и все то есть ну какие шишки но я заново я потерял эти деньги не был стимул я заново все перебирал а многим людям с которыми я общался искала информацию блин я говорю ну расскажи будь другом договор бы я не знаю ничего просто запустил меня пошло все вот и все то есть не было таких ответов чтобы он не проконсультировал год назад искал не пошло то 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 я сделал так то так ты я бы сделать нифига я со многим разговаривали этот зашло а вот этот товар вообще у меня зашел я заказал одно образцы пришли другое я сказал 3 он пошел а все что я закал не пошло это тоже сплошь и рядом и пишут создай но такой же мастер-класс по себе по ресурчу ну ребята я блин не могу быть богом во всем надеюсь дам такой материал со временем но пока я буду чувствовать где-то какую-то неоднозначность чем-то я никогда в жизни мастер-класс проводить нибудь я говорю что я понимаю тоже знаю это что работает опять же явленная на мастер-классе врил и сейчас повторюсь я не вешаю на себя медаль или орден гуру на мазу да и от стратегии в которой у меня работает высоко нагруженной ниши и проверено что она работает так же самые в средне нагруженные и в низко точно так ну что если она высоко нагружена но сегодня я проводил консультацию с чуваком который влез в самую высоко нагруженную нишу какая только существует чехлы что ли нет charger там во первых ключевых запросов самих по себе десятки тысяч ну вот реально которые надо сортировать во вторых конкуренция очень внимательно надо сортировать именно безжалостно как раз тут то слово чтобы бить точно именно в свой товар то есть в ожидании пусть ты будешь меньше зарабатывать но ты будешь зарабатывать сто процентов средний результат какой-то будет и в итоге блин результаты и все равно понимаете я с ним занимаюсь потому что у меня уже такой вот интерес возника смогу ли я это победить и я так если бы я не увидел тот набор ключей я раньше не разбирал эти чаджи и не увидел что принципе если грамотно релевантность определить четко стопроцентную релевантность подсортировать в принципе можно попробовать этот товар вывести тем более он не безнадежен уже продается 20 идут интересно менять не сломать то что есть а только удвоить утроит я взялся обычно я отказываю чеснокодавки йога маты просто не просто неинтересно во первых во вторых практически не реализует при той конкуренции что есть ключей мало они все загружены конкуренцией пи-пи-си комические 100 работать очень тяжело с таким товаром я рекомендую людям просто поставь хорошую цену такая чтоб тебе в ноль или в маленький плюс и слей а в это время пока сливаешь занимайся ресерчем так ладно давайте по вопросам дальше следующий вопрос у нас по заглавным строчным буквам мануал компаниях удалось ли проверить если разница ребята я не добрался для срочных и главных антон эти скажу одно что да да даже до того как это проверить работа еще не почитать это настолько не важно то есть я на сегодняшний день у меня все и поверь работа бы на месяц и вперед чтобы среди частотный пункт поэтому за главная строчница такой но не не страшно можно чуть позже посмотрю как как-нибудь этот камень так стоит ли переспавливать тайтл высокочастотным ключом и листин в целом нужно ли получать за это банк не получишь это раз даша то что переспамливать я рекомендую высокочастотные ключи ставить в первые 90 знаков а следующую половинку начинять менее частотными связывающими спаренными два высокочастотника объединенных в один или средь 3 среднечастотника объединенных в экономии месяца все на самом деле зависят от длины который амазон разрешает в тайт отключить если 200 дает знака вот максималка на которые знаю то я блин спамлю там был попал на про 95 процентов кучи никто не банит вопрос как он раджет на ранжирование того что он подходит ну как показала практика 1 90 знаковым подхватывать максимально дальше уже в правом соответствии так следующий вопрос как правильно выходить с длинновыми месяц аута месяц аута меня поменять осень перенести статистику ppc в новые осень смысле статистику перенести ну ребят вам уже статистику перенести просто перенести или не менять осень длинный месяц аута смотрите я так скажу коротко хоть это не относится опять же блин к этому к оптимизации но если на параллель на полной скорости вылетел в аут то у меня есть случай и месяц и два устали товара и при агрессивном входе при приступлении товара на склад то максимально пить скупоставка и селестин оптимизированные позиции восстанавливаться неделя максимум но на повышенных затратах на пи пи си надо это понимать ну то есть деньги тратится на усилий перегрузка атина если бы на история продаж на старом осени была хорошая пессимизации там не было блоков не было блин новый осень это новый осень на нем все заново раскачивать тут на подвесить если там терять нечего томасе не поменять каша лучше на бусте выскочить но опять же это должно опять подкрепляться выкупами опять отзывы закупать опять оптимизации и еще один такой момент не факт что те ключи которые подхватились на старом подхватиться сейчас время прошло ситуация в ранжировании изменилась подписка целовали изменить тот ключ который вылетел там в топ в прошлом осени не факт что вылетит вновь на том же самом а идентичном тайтле на том же самом принципе контенте были случаи такие что не заходит и все хоть убит и тут уже где-то одет ошибочка какая-то может быть отзывы не в том порядке зашли или включение так разместить короче вариантов масс поэтому решать вам насколько он воценен и важен нам стараюсь сейчас обновлюсь новые вопросы подтянулись кстати дениса как пилот посоветуешь но у меня был только негативный опыт из-за этого я короче ппс я всегда достаточно холодно относился нет холодно вот а у меня там как бы сказать по ппс короче свое представление есть но когда очень большие объемы начинается это мне оказалось узким горлышком и мне сейчас приходится в активном режиме подключать ппс вот и когда мы делали рестарты я реально подсел вот и два рестарта я сделал полных ничего 3 рестарт сделал и впервые ну как впервые просто я планировал каждого по 100 штук продавать ну вот а продающая всего там 60-100 у меня там 23 скаю то есть грубо говоря я всего продаю дай бог 100-200 вместо 500 то есть для меня это жесткий провал вот это не первый момент второй момент меня больше всего чего убивает то есть вот сейчас я занимаюсь какой косяк то что этот же товар этот же листинг эти же фото все остальное при примерно той же конкуренции у меня в ноябре окос по той же самой рекламе по тем же самым ключам был 10 тире 20 сейчас 50 тире 60 вот чем меня больше убивает вот все тоже самое но нет конкурент как был один конкурент у меня который это самое там продает нормально так он остался все остальные на 20 тысяч бассейн рамки болтается то есть ну сам понимаешь это ничто просто то есть они не конкурент вот я не понимаю при этом они не не понимая ты писи по ходу жгут бабло не знаю не знаю может быть да может ставки да и у меня вот это самое то есть у меня бюджет сжигается то есть я на данный момент могу сказать честно от выкупов я не ухожу просто то количество выкупов которые мне надо это сотни 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 у меня их нет и они мне получается больше идут на обычной обычные отзывы небольшой то есть вот этот буст все остальное соответственно я сейчас заливаю просто прям сейчас я с субботы начал жилско заниматься ппс то есть я понимаю в принципе смысл работы мне там меня мои ученики учат как это самый ппс у которых уже опыта в этом отношении больше вот совместное сотрудничество этом отношении полезно и в второй момент сегодня мы должны были начать начнем завтрашнего дня это фейсбук все то есть у нас сейчас очень серьезно потому что мы очень много денег тратим на тот же ппс фейсбук как бы есть в этом смысл и мы сейчас внешним трафиком начинаем двигать товары то есть там есть три направления первое направление типа вихря это выход в топы это удержание в топах и еще там что-то я даже не знаю то есть человека у меня есть который на аутсор все это берет и мы соответственно вместе с ним начинаем заниматься то есть параллельно сейчас но так как для фейсбука для всего этого нужны все равно ключи когда я раньше очень активно заходил с выкупами мы очень точно прорабатываем ключи все это делаем но но плюс какой ппс сейчас я вижу это два направления которые мне сейчас нужны это первый это буст вот часто говорю из аута выйти просто запустить товар не хватает мне раздачи а людей уже упрашиваем и какие у меня есть возможность ну я могу ну 200 раздач сделать а когда я запускаю сразу шесть товаров все я не могу и бустануть нормально то есть меня люди говорят ну извини ёма я уже не могу я могу сколько можно вот соответственно это момент и второй момент еще более важный так как я постоянно у меня мода сейчас пошла в принципе я думаю ты меня понимаешь как то что ты в нише тоже болтаешься в своей ты один раз ключи набрал и фигачишь новые позиции по этим ключам а у меня этого нет я получается каждый раз примерно знаю но не точно и я получается из пушки часто по воробьям стреляют да у меня очень высокая нация есть запас денег грубо говоря то есть мы высоком варжинальными товарами торгуем но это неэффективно лучше один раз эти 10 20 тысяч на пи пи си забил и соответственно уже буду сказать то что я сейчас у меня самые крупные проекты постепенно выстраиваются таким образом что я свои мне мои партнеры становятся мои ученики которые супер запустили товары мы просто но они конкурируют с китайцами но будем друг с другом конкурировать то есть мы просто тупо параллельно запускаем и фигачим еще вдвойне он уже ключи набрал мне уже товары есть все есть у меня есть свои ресурсы свои знания мы соответственно с другой стороны заходим с фланги и мы чтобы конкурентами поработать вот и работаем таким образом все и за это и опять я впираюсь пи 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 для фейсбука мне надо вот эти ключи и для моего запуска рестарта то есть для всего его и вот я сейчас то есть я вышел на тот уровень когда мне уже то есть когда оборот у тебя например 10 20 30 40 и когда у тебя например там 12 товара ты запускаешь там в ну там один товар вместе это нормально то стратегия который я всегда но когда ты запускаешь уже несколько товар бывает пять десять товаров в месяц и когда ты соответственно начинаешь вот это делать и обороты уже то же самое 100 200 300 тысяч все то есть тебе уже все надо переходить на другие ресурсы потому что и а этот ну вот этот типа вера линча то есть мы сейчас будем в принципе делать то же самое с этими купонами там никаких проблем нет все то же самое сделать только без без бабок зачем я кому-то должна в этом большого ума не надо все сделать а мы повторить эти купоны все то есть вот мы сейчас в этом праве двигаемся из-за этого как бы объединяя все эти ресурсы в этом направлении так уж и по вопросам давай следующего лета валера спрашивает по сердцем сочетал статью что есть между ездили если между словами поставить слова проиндексируется каждая отдельно таки вместе причем любом порядке есть комментарии я бы всегда повторял и повторюсь пробел тире пробел это то же самое что пробел дефис если брать оставить не пробелы будет то же самое что ты написал что не по отдельности и вместе и в любой последовательности то чем говорил робот берет сначала в точном соответствии ключи как почитал в фраза потом бро потом делает это одновременно но я для объясняю чтобы поняли люди то есть он в трех соответствиях пройдется и соберет ключи то же самое с дефисом или без если то он продал так он его воспринимал так сергей федосеев что-то непонятное написал переписали свой листинг по коршу на ключе вверх подожив более-то один из моих учеников можно так сказать проходили консультацию ребята очень успешно то есть наверно один из лучших кейсов взяли бестселлера через несколько дней да буря я вас верю давайте вперед в том же духе дальше захарка андрей советуйте пожалуйста распадал за неделю весь товар вышел в топ-3 фактически до 15 не верифайв этого мало даже не успел заказать выкупа товар будет только через два месяца вариант выходите за то столько старом листинге перенести дату реализации ничего не делаем или новый листинг вопрос по сути тот же что я вам говорил в вашем случае 15 не верифайв и уже такая шикарная история продаж я бы на этом перезапускался нет смысла то что сколько первый склад было если там даже хотя бы 300 500 было тоже 300 продаж в карму аккаунт это круто ну карму листинга в данном случае если не было негативов так спасибо за лайв да вопрос есть в че ключ который хорошо продает на ставки ниже рекомендованные в оффрейсе коз 5.15 поздравляю шикарная коз так же люди как приставки выше рекомендованные плохо продает и коз 100 процентов что данная ситуация посоветуйте посоветую во фрайзе наращивать бюджет и продавать потому что фрейз будет качать а в экзекте поставить на паузу до тех пор пока этот же ключ не выйдет на вторую и третью страницу только он выйдет до из того как возрасте 120 выгодно качать уже точечным только этот ключ чтобы загнать его на первую сколько ресурсов на это понадобится это уже другой вопрос но мое мнение я к экзекту с уважением в последнюю очередь его использую расточительство в моем понимании когда денег у тебя ограничены бюджетом сначала надо раскачать группу ключей потом заниматься высокочасшим просто заглупить его в экзек советуют многие я считаю это тупостью потому что зачастую он ничем не подкреплены снизу ни НЧ ни СЧ он просто блин будет жрать бабло и есть более интересная стратегия когда НЧ пул сам выходит СЧ помогает выходить среднечастотником за ними же идут связанные НЧ ключи а вообще миллион движется в то время когда тягает нужных нам позиций мы просто включаем экзек по любой потолочной ставке лишь бы ему помочь затолкать включаем выкупы как он Денис говорил вера-ланч имитации и так далее можно если хорошая база по верифайтам то можно имитировать вера-ланч с тем же эффектом совмещая с верифицированными отзывами то на то и выйдет ну затраты конечно это если другой товар конечно затраты так Артем как выводить хорошие ключи которые у меня на дальних страницах можно ли без раздачи за счет высокого вида я не считаю что стоит доняться хорошими ключами которые на дальних страницах моя стратегия и моя методика заключается в том что заниматься только интересными среднечастотными ключами которые находятся на второй-третьей странице и нанесутся дальше усилия а те пусть движутся сами с тех страниц дальних потому что интересны они только вам а не вашим покупателям по-видимому раз они на дальних страницах вот когда от них начнут покупать нам стоит это наниматься оптимизацию нужно делать под те ключи которые продают а именно под группу ключей то есть если вы видите при заливке в Амазон Ван всего пула ключей от ВЧ до ИЧ что 10 НЧ уже в топе с десяток СЧ уже в топе из пару десятков СЧ условно находятся 2, 3, 4 страницы я бы занимался только игру остальные пусть соживут свою жизнь не тратим на них ни копейки и качать эту только группу вброд лить полностью массив во фрейс ставить высокочастотники и качать качать, качать и выкупами поддержать те среднечастотники которые в работе то есть на второй странице есть 50-тысячник поддержите его PPC дайте повышенную ставку сделайте выкупы под него а перед этим желательно злить чтобы 20 неверифаев с содержанием этого ключа чтобы дать ему основу оптимизации ну все оптимизации чтобы листинг был интереснее и так от каждого среднечастотника к следующему есть уникальная штука пока вы занимаетесь двумя этими другие могут сами идти вверх ну это круто вы экономите деньги и они сами движутся и постоянный анализ Amazon One это мое мое мнение что это лучший вариант так Артем если при запуске начинать раскачивать СЧ нужно ли на это делать поправку тайтед буллета я еще раз повторяю в первых 90 знаках ВЧ в остальных знаках стараться упор делать на СЧ причем широко широко заходите чтобы разные ключи были в первой активизации вы еще не знаете по каким ключам вы будете поломаться вообще в принципе когда уже определите с группой ключей которая по ВЧ и с Четом пошла вверх вот тогда дооптимизировать листинг под эти ключи при этом стараться не торгать те ключи, которые хоть как-то движутся а те, которые за 300 безжалостно можно убрать заменить на те, что работают потом дойдет до них дело вы успеете еще раз дооптимизировать но если они не идут то значит не моральники мыслями заниматься но многое зависит от оптимизации если листинг плохо оптимизирован подключенный будет за 300 но это мое мнение в принципе оптимизация это такая наука я сегодня встречался буквально там за несколько часов до нашего Лива блин встречался с этим товарищем который меня учил лет пять назад себя в оптимизации причем учил это в рамках моего там онлайн проекта который я запускал впервые в жизни не знаю что такое онлайн не понимаю вообще как онлайн работает что такое силы я ему дозвал на первом этапе много глупых вопросов и он меня как-то знаешь с таким силой воли блин можно сказать с терпением очень подробно на них отвечал вот я его сегодня поблагодарил то есть мы сидели там курил кальян пили вкусный чай я его благодарил за то что он тогда мне вложил в голову вот эти азы стратегий по нч ключи и только сегодня я понял что на самом деле то что он делал пять лет назад применимо к сайтам я сейчас применяю к амазону то есть вот оно просто так откуда-то не взялось оно у меня сидело это подсознание памяти а просто при с тем как я столкнулся с амазоном всплыло и сложилось в пазл какой-то уже рабочий поэтому вот так вот все связано так Артем по какой почтению не индексируются буллеты количество символов допустимое из 5 3 не индексируется та же история с сирш-чурмсом попробуйте description еще померить то он превышает место но зачастую если знаков количество допустимое 999 либо там 500 сейчас есть некоторая ниша все должно индексировать может значит либо превышен description либо еще причем вчера скорее всего вчера потому что я от двух сегодня людей независимо услышал информацию цитила когда начали ставить те же самые тайтлы буллеты и сирш-чурмсы не индексируются скорее всего амазон именно вчера или на днях провел обрезку некоторые у меня в моей категории эта обрезка произошла где-то в июле может быть дошло и до вас попробуйте уменьшать если беспощадно количество ну и спеша все должно индексироваться не верю что допустимое количество знаков не индексируется так у нас консультантом сегодня да я так понял так главный ключ 70000 можно считать его высокочастотным ключом ну конечно если он у вас главный в вашей категории то он и будет сам 100 часов так при стабильной 20 продажах в день как правильно оптимизировать листинг можно ли сразу менять согласно той стратегии оптимизации цитаты будет фото думать надо сначала анализ глубокий анализ того что ситуация на сегодняшний день какие ключи продают и так далее повторять одно и то же я не буду сегодня раздел я послушаю собранной базы BPC или использовать рекомендую ключи amazonman другие программы ребята в разделе keywords должны быть те ключи которые продают если вы это делаете впервые то надо широко разные группы ключей чтобы убедиться и со временем понять если у вас есть уже собранная база BPC на старом листинге то в принципе его нужно дооптимизировать под те ключи которые уже продают но используя методику среднечастотный пункт так пробовал ли ты альфа-бета-тестировать листинг или сплит-тест как flat files улучшать режиме листинг отдельных ключевых слов далее я посоветую нам заворачиваться в этом году альфа-бета-тестирование лучшее когда ты запускаешь листинг на следующий день смотришь в Amazon там ты видишь позиции то есть все старый листинг новый улучшилось улучшилось это мое альфа-бета-тестирование которое я сегодня делаю как flat files улучшают тренжирование не знаю я flat files не пользуюсь потому что это стрёмная тема что-то где-то на бока порешь посыпется все нофиг есть такой роман колодяжный на сегодняшний день я знаю только он аромат на это и делает но он загружен настолько на три недели вперед я не играю с вихре а тут как раз просто подыграетесь вы играетесь еще в вихре роман землюк специалист по вихре роман с тех моментов с того момента как это у нас были летом много неудачных попыток мы больше не играем с сегодняшний день я не использую никаких серых методов кроме покупки все чистая органика чистая ппс и чистая оптимизация ну внешним трафиком просто мы пока я говорю вот реально нет опыта положительного ни одного то есть вот только на себе из того что я проанализировал фейсбук это лажа со старта на голом листинге это бесполезно слив денег это может работать на низкочастотном пуле это дорого для низкочастотных ключей которые у меня и так сами выходят какой нафиг смысл вот еще вот поэтому я все фейсбуков потому что я слил во первых на него пять косарей ну понятно и результат только с н.ч. и несколько какое-то количество с.ч. ключей один уникальный на одном продукте выскочил в топ продержался при поддержке не выключая фейсбука ровно два дня сполз за трехсотую страницу и больше я его никогда не видел но все так говорят что кто этим пользовался потом даже приходилось перезапускать товары из-за этого что-то пользовался да так дальше где можно купить видео с выступлением с тухом у него и спрашивайте там продажи я не занимаюсь продажей своего выступления специально отдал блин другим людям чтоб не геморрой с продажами с банками с возврата все зонпласт есть для выкупов да зонпласт есть только им надо денег за это платить я сторонник найти хорошо исполнители поверив это не выкупы это купонная хератениума какие-то выкупы они не отжим пишут это это выкуп конечно в моем понимании есть найдите спецов которые работают кто там Игорь Трофимов который массово это делают с ними договоритесь они вам будут четко это по графику вот и все сколько у этого Игоря людей выкупов я не знаю вот я не знаю то есть я у меня есть там на сегодняшний день десяток исполнителей и не как уже не каждый может мое количество нужное мне по графику но я тебе об этом говорю у меня такая же история я их склеиваю понял это очень геморрорно но я их склеиваю ну склеиваю да другого варианта да вот один закончил следующий подхватывает потом следующий ну это надо следить а сколько блин это сколько чем дольше у тебя товар живет оценки поддерживать просто нереально без клейки то есть у меня у меня в день там сотни продаж ё-моё ни одного нормального отзыва зато негатив каждый день строго идет по плану да да прям вот ё-моё я не знаю блин люди по 200 штук в день их покупают нафига не нужны тогда если их по 200 штук покупают но зато ни одного позитивного не напишут но негативные это просто на раз-два ё-моё и заходишь как не зайдешь ё-моё два у него два-три отзыва и все негативные то есть вот люди сидят им делать нечто я не понимаю кто это занимается вообще я ни разу в жизни не занимался один раз меня там долбил один чувак просто нам в цвет сказали пальцем показали на него мы там что-то потыркались и то мне время на это нет там люди выкупают спрашивают блин когда они этим занимаются я не пойму никак просто сколько же можно делать верифай не верифай не пишут там фейковый ревью где вы взяли эти ревью ну то есть вот это вот вот это фигнё заниматься сколько же энергии надо иметь что вот это вот разбираться вот это писанина я в шоке просто каким же гнилым человеком надо быть чтобы этой хернёй заниматься он же всем по-любому отпишет ну я тебе скажу Денис мое мнение вот этих негативщиков у них такая битая карма называю кармой другого слова сложно подобрать они им возвращается это в жизни вот тем говном то есть блин нищебродской жизнью в которой они живут за эти копейки он всю жизнь будет писать блин и у него в жизни будет точно такой говно а позитивные люди на самом деле они редко встречаются но блин когда он заходит этот отзыв плакать хочется пиздец ты действительно кайфуешь аж мурашки по коже от того что он действительно ему понравится а по сути блин невозможно на сегодняшний день торговать на Амазоне блин рассчитывая вообще невозможно да нет донец наоборот нет они наоборот все сделали чтоб никто не писала они за мотивировали людей пускай по честному пускай закроют уберут это неверифай чем больше люди поблизости ещё чем больше так цену поднимать опускается мы трудолюбие мы же чем отличаемся от крупных компаний у них не знали может быть больше чем у нас но мы-то душевных своем товару относимся а у них это рутину и мы там тысячи товаров там сотни как они за ними уследят не как эффективность нет но эти скажут но денис он давным-давно понял эту проблему я понял он был тоже заточены под отзывы я для себя за пять лет жизни этого онлайн ресурса получил такую статистику если брать сто процентов людей которые посещают покупают давай покупать только пять процентов пишут позитив вот органически но 30 процентов минимум пишут негатив это херня мелочь не понравился респондером занимаешься регулировать ну понятно активировал эти пять процентов и будет все равно у 10 ты это самая респондер настроил у себя на аккаунт у меня настроены на дешевле он уже почти не работает но я просто вообще у меня на одном настроек его отключить уже но он все еще выполняет эту функцию свою дебильную когда человек видит у тебя проблемы напиши мне то он автоматом на вилку верхнюю и клацает нужно уже написать и пишет тебе блин свою фи перед тем написать не вот здесь важно время реагирования техподдержки у нас нанята техподдержка то есть она реагирует среднем среднее время реакции 19 минут среднесуточный на любой запрос если у вас таких людей нет и вы бы не заморачивайтесь реагируйте на пару раз в день вообще во старых в авторе не вижу смысла посылали на мне работы с того момента как галочку поставили ну я тоже и сами вырыли эту я самому именно именно они перекручивают где-то не докручу а где-то перекручу я просто не пойму зачем людей уже отпугнули забанили всех кого не ленивая нормальный продавец покупатель мне кажется они уже американцы они же закон послушная основная масса 90 процентов и они же просто боятся свои дома зон не допустит мне кажется вообще рема как покупатель забанить так если бы amazon свое время сделать следующее сделал топ там тысячу своих ревьюеров которые уже были на тот момент с этим остальным просто запретил нахер комментировать это было бы гораздо эффективнее и честнее по отношению продукта пусть даже там лучше чуть-чуть выглядел бы товар там это но это лучше чем сейчас склеивают говно все что можно в тысячу отзывов искусственно непонятно лучше в 10 20 30 живых отзывов было чем три тысячи девятьсот шестьдесят семь сегодня у него только на счетчик влияет и все никто их никогда в жизни дальше там пяти страниц по 10 штук не прочитает больше 50 это считаю если вы поставили ограничитель 50 отобрается отображаются только те которые реально кликнутые кликнутые покупателя с рейтинг это было гораздо круче чем до рейтинги сразу проклацает найдутся умельцы который будет классе трейтинг блин ну ты что же это патовая ситуация ну да да хочется и по-честному я считаю я считаю когда все это система была разработана verify не verify это было разработано именно под американских покупателей под честных людей по ту схему которая работает все спокойно работают а когда пришли такие типа нас которые начинают манипулировать но на других вариантов нет на мои там я не знаю китайозы индусы пакистанцы неважно кто не начинается вот это вот лабуда я мы то есть но но это же можно в любом случае об этом как-то думать конференциями там проводит какие-то там я не знаю они мне кажется больше полагается на какого-то робота который что-то там решит робот не обманет пока он не умнее человека по он не обманет человек вот и все и все эти баны народ не а банят не больно блин мне все баны в основном прилетают вообще ни за что вот все какие там вот чё-то а за а за чего-то вот я могу сказать блин я не знаю в разы меньше чем тебя просто забанить ни за что конкурент нажалуется там я не знаю там мне постоянно прилетает подтвердить аутентификацию я говорю уже у специалистов спрашиваю блин это какой козел меня опять забанил нифига это робота амазона тебя просто проверяет что ты выслал им опять этот инвойс и письмо зачем они мне раз в месяц это шлют чё какая утификация вообще не бренда нет такой а я сейчас его еще подал на регистрацию торговую марку какая утификация ну что за бред ну ладно давай пойдем по вопросам то люди будут так дублируем тайтл и бэкэнд я говорил что если в бэкэнде нету тех слов которые в тайтле это гораздо хуже чем у этого я всегда дублирую повторяться но на видео посмотрите все это говоря рабочая схема с инвестором но не совсем блин по теме но меня и работе с ним с конвесторами они вам не подойдут потому что все наши инвестора из того бизнеса с которого мы вышли софа там на репутации на доверие там нету никаких бизнесе восемь лет провел у меня есть репутация никого никогда не вставил всегда четко рассчитывался соответственно мне может могут по звонку дать какую-то энную сумму денег с учетом того что там скажу какой-то день я буду выплачивать проценты в такой-то день назначенные вернуть деньги вот у меня такая ситуация была то есть был договор там до 6 ноября на 6 ноября оказалось что я в товар я был жопу начиная с 1 ноября и рыскал искал перекрыть человек четко обозначил сам 6 ноября вы иметь все подорвали жопу полковый блин партнер который принципе еще выше в этом бизнесе стоял в свое время и стоит сейчас уважаем и он занялся обозначился этим вопросом и ровно в назначенный день верну сразу закрывать один бог то есть репутация нужно то есть один бог ты допускаешь больше никогда никто тебе из этого сообщества поэтому ребята все же касается как правильно работать но моя схема не подходит как быть если все включение в топе по каким оптимизируется на второй на третьей странице больше каких-то по группам надо почему я говорил в amazon ваня надо анализировать ключи по группам какая группа лучше позициями то и начинать заниматься сложить их в excel таблицу посчитайте по частоте те которые давно 2 3 4 так как победила то и занимайтесь вообще я всегда упор делал на сцене эти в группе высокой среднечастотный пул выше под нас значит а и группы даже если в топе ничего не так есть две одинаковые фразы ключа отличаются отсутствие буквы с первым словом baby's baby baby's да правильно можно ли сэкономить место и подписать прибавляться через программы себе идеи как-то это я не вижу смысл дети вторую ключ из которой с baby's среднечастотный вставить его в конце там так и тут и другое вставляю если они оба равноценные хорошо продают соблюсь лента закончилась пойдем дальше слышишь денис мы лимитированы временем чтобы понимал ну нет она туда погнали вот еще ключи которые не продают или продают в минус разный соответствует лучше на паузу ставить или можно резко снизить ставку постепенно снижать ребята ключи которые не продают ну я их ставлю на паузу вдруг пригодятся те которые продают в минус это с высоким окосами так надо понимать в каком соответствии если вроде в фразе то надо подумать сколько ключей средний низкочистотных под этим ключом находится если много то пусть он минус торгует он качает всю группу если в экзекте опять же у вас на второй-третьей странице этот ключ его надо правдами и неправдами вывести в топку пусть он торгуется в минус если я создал листинг а товар пришел на склад через неделю опустил буст нет не пропустил буст начинается с первой индексации с первого как только bisar присвоили вот тогда уже начинается буст артем бросай курить пробовал 4 года не курил и не помогал если лишние платежи фи которые amazon списывает за каждый заказ как их найти смысле лишних фи лишние фи я не слышал фи это есть фи это единая сумма фи это процент от цены она в каждой категории назначена определенная размер есть другие платежи но с техподдержкой по конкретному каждому разбираться ну если там левые какие-то проскочили платежи уточняйте за что списали дальше как вообще до 2 самого зона по 5000 отзывов не понял вопроса дмитрия как вообще тогда на товар на товара самого отзыва то потому что у них есть группа объема объединили какое-то сообщество он качает свои товары именно с этой группы топ ревьюеров которых перестать по моему там он ограничил line который вошли все тысячи лук ревьюеров тот момент вот он отзыв черпает из этой базы но 5000 как у него затруднительно мне ответить наверно каким каким-то образом свои как-то кушат и дает им скидки еще что-то там лучше бы написали либо так делал так сколько вы считаете надо отзыва чтобы хорошо продаваться уже не влияет живет я всегда смотрю на конкурентов с кем я рядом все конкурентов всех на первой странице по 50 отзыв по больше 50 только 70 на на хорошо стоит уже нет потратить день если у вас в ниша блин в серединке реально блин там по 200 300 надо стремиться к этой цифре и я сейчас улучшил звук на этом не тут жалуются что меня плохо слышат я в ушах специально сел что то есть максимальный звук сейчас лучше будет или нет мне нормально я считает интернет не заморачивать то есть он больше и больше знаешь просто прерывается на ну то есть и все так это нормально хорошо 0 5 страницу что-то все меньше и меньше вопросов хотя людей все больше и больше как-то пропорция не соблюдается послушать просто пришли говорить так клейте отзывы правильно говорит руслан жена клейте отзывы блин забейте на все правила пусть вас забанят так похоже именно на качестве микрофона работала пи пи си по одному ключу например были большие показы большое число кликов снизу ставку умер ключ у нас а точнее желает поставить еще выше ставку как как-то а вот так вот чтобы когда вы давали максимальную ставку на ключ он соответственно пушится на буй на бусте и в органике когда вы резко урезали и урезали себе ранее потеряли позицию потерял позицию этот ключ потерял позицию в топе и все заново отзывами выкупами блин к раскачете заново если хотите все вам уважен но обычно это происходит либо он выпал из индекса вообще надо анализировать либо падение продаж просто так ничего не бывает может просто по другому ключу лучше будете продаваться зачем на этом в бэкенд дублируем важные слова тайтл весь туда дублируем разбираем на запчасти дублируем желательно те которые продают и потом оптимизируем то же самое так увеличить или стабилизировать юнице сэшн перцентаж блин дарья такая умная смотрю барышня кто-то знаком с ней я бы с ней познакомился реально вопросы да серьезные никак не хочу там недооценивать женскую часть общества наше но блин прям заряжено процент юнит сэшн перцентаж увеличивается органическими показами чем больше вас смотрят тем больше будет процентов соответственно пи 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 си вам в помощь сегодня предлагаю вести приз зрительских симпатий дарья лукьянова самый активный пользователь вопрос такой ответ мое мнение никакое у меня юписи коды куплены еще назад на и бэй за три доллара мы на обучение всем бесплатный раздаем просто затарились тысячи и раздаем народ прошла где взять агаби бесплатно дам вот и все десятку двадцатку кинул ё-моё ну и нормальная мы то есть пока тренируйся говорю делай листинги левые чтоб там проверить всякие движухи посоветоваться нет нет проблемы но и нечего за него париться но заблочат только за юписи код ношу ну новый поставщик другой по списку может он прокатит когда один подойдет я уверен дальше артем и денис какие сервис conversions у вас среднем на листингах сейчас но конверсия так и писи наверно так понимаю конверсия ну да продаж продаж сейчас зайду посмотрю от которой у меня два бессера сейчас скажу на этом аккаунте на хорошем аккаунте скажу конверсия в среднем у меня на хороших товарах это вот 14 процентов и выше но на таких не очень хороших средних до 89 короче вот мне аккаунт который я скрины кидаю периодически 33 процентов но они оба бестселлера но это я говорю это какая-то это самое исключение с правил вот они сами вышли я ничего особенно не делал когда там вот чё тут ну блин я делаю просто всегда стабильно хорошо не больше не меньше я вот как раз чем дальше иду тем больше это в плане 20 на 80 я делаю вот 20 и получаю 80 процентов своих продаж иду к следующему товару просто некоторые так идут их устраивать пять-десять продаж меня устраивает топ-1 топ-2 топ-3 все то есть я вышел туда зашел я заметил одно если я вышел например топ 8 5 6 10 я нахожусь в середине нижней половине в первой странице по многим ключам короче приходят такие же ребята активные и вот эта вторая половина она постоянно меняется первая половина стоит насмерть а второй план меняется и меня как-то это напрягает я решил чуть-чуть повыше подняться на чтобы меня не трогали мы хоть они мне негатив заливает всякую гадость пишут ему но пытаясь удержаться то есть выйти потратить больше денег удержаться там и все и меня как как вот сейчас только что смотрел по амзовану статистика вот эти вот ровные полосы идут ну ничего не говорят это что он насмерть стал чем он топ-4 его никто дойти до него не может у него бассейн ранг 700 кто его чем и сделает он по 300 штук день сколько не раздавая мы по этому ключу ты просто не догонишь ресурсов не хватит просто еще он и полгода этим фигачи столько так сейчас еще одну конверсию скажу это вот средний товар 15 и 4 ну вот то есть обычный товар короче сейчас следующий товар посмотри на таймеду аккаунта просто пробегая по-быстрому александр хохлов 13 7 ну вот я говорю 15 вот один который такой вот ярко выраженной там аж 30 33 не ну чай шикарные те скажу эти конверсии песня просто я бы сказал такой простым словом работа равняйтесь на дениса блин огонь у него лучше так следующий вопрос связи с банами по поводу не верифайл не проходила я могу сказать я прошлый видос показывал рассказывал меня забанили первый раз то есть я до этого не слышал ни у кого всем приходило письма моего ученика два раза забанили но он беспредельщик у него потом по тысячу склеенных накрученных каких только не было вот никита я думаю многие его знают на одном из 10 его аккаунтов вот так что у него были эти случаи когда я поэкспериментировал привез новый товар мне надо быстро запускать ppc как всегда супер агрессивно я просто в течение часа на все листинги залил по 50 отзывов на 5 листингов на 3 вот на этом аккаунте на 2 на другом кстати где бестселлеры там ничего не было здесь я поторгал два или три дня и мне пришел прилетел суспен что мы вы манипулируете отзывами я как бы прошел вот эту вот штуку за три дня мы все восстановили никаких проблем нет единственная чуть-чуть под наговнил себе активном старте но вот так рискнул ошибся то есть сейчас на данный момент я могу сказать спокойно делайте там по 5 не verify ну и все ну то есть вот это вот максимум максимальное что такое вот у меня было конкретно по себе могу сказать это неприятно могу сказать сразу из моего посоветовать данной ситуации из практики первые в пул так как сказал денис по 5 во-первых заливать и 1 20 вы говорите не больше на тварь и 1 20 50 заливаю на вылились когда еще нет этажом не проиндексировались то есть нету бисара происходит ни одной выкупа ни одной продажи тогда заливаю стремлюсь никаких активностей то есть минимально наполнить это будет и вообще не наполнять пару слов description пару слов и все стремлюсь и пару слов тешок рубаря в тайтле два высокочастотника продублировались и вот так вот я не проиндексированный лист не верит потом делаю принудительную одну первую выкуп что проиндексировал и пошел дальше дальше уже не меди единственного в этой ситуации для новичков могу сделать замечание в плане того что когда вы не знаете нишу и не знаете сертификат из проводительных документов бывает приходится что-то там выкобениваться чтобы понять придут ли вам какие-нибудь потом разрешительные документы вот это вот есть такой момент если вы нишу знаете точно и она простая тогда я тоже самое абсолютно делаю вообще там пол тайтла пол булета там я не знаю чуть ли не у конкурента взял чуть-чуть description и вперед она и вообще забыл про него ну да ты прав потому что есть слова слова на которые срабатывают робот например слова магнит на сегодняшний день внешне то есть они плен все сразу прилетайте подачи предоставьте документ если по такому принципу как я говорю залить не верифай со словом магнит с этим ключом только первый выкуп сразу прилетит письмо счастья однозначно где-то один где-то вот при активном при ранжировании всего листинга ну хватит один раз слова магнит все пиздец даже день портнутся в рекламе в рекламе просто поэтому ключу все равно прилетит это проверено уже проходили других товарах и на этих тоже дальше спрашивать то делается автомат компании когда уже качаешь мануал по окосу автомата все равно лучше чину классно пусть автомат все работает с лучшим окосом я автомат к нему это работает своего качают ключи так гладкая афанасьево аня так что же все что-то делу раз заказать отзывы или поклеить понимание лучше заказать вот я что-то так я верю это приклеивать надо когда уже более-менее укрепившийся листик уже с органикой с каким-то третьей четвертой неделе я считаю надо начинать вот и все опять же они раньше есть вам надо например количество это одна история например до сотни дайте до 500 до 1000 а второй момент понадобат как у меня рейтинги постоянно повышают уже тут вариантов нет тут надо verify искать отзывы пятерки плевать от других от велосипедов на трусы но других вариантов просто нет ну вот ну нет просто и надо им меня рейтинг уже падает 4 1 звезде при такой конверсия что я могу сделать ну я я лью лью туда verify но я не успеваю сколько на лист сколько мне льют добра из-за этого я говорю только склейка чуть-чуть просто попозже вы стабилизируется нормально пошли дальше тем более еще мой опыт вариации все равно тормозят если они плохие если они не торгуются если они самые они притормаживают буст ну мой опыт такой за эту когда буст уже под закончился тогда уже можно дальше двигаться уже упор на конверсию делать упор на какие другие вещи тогда но только будьте готовы пишу при склейке можете улажа себе подцепить и оптимизацию это говорю что заглянуть штат листинг что-то в нем есть же блок я же говорил блок кранжирования по отзывам теги вот каждым блоком отзыва появляется на мобайл или третий да вы хотя бы удосушить из мобайла зайти на этот листинг все он брошенный активно если не активно то никак брошенный активный это тоже редкость на самом деле но крайне мере я хотел пробежаться по глазами что там что там завод зачастую когда у тебя крепкий листинг хорошо оптимизированный уже валит по ключам то приклейка отзывов только улучшит и добавит новых раджирование под новым ключом ну внимательно я сторонник того что не увлекаться с тем что по 500 подписи за разбит клеить лучше клеить постепенно шаблен когда уже на ногах крепко листинг стоит тогда уже можно исполнять я по своим конкурентам ниши смотрю пока у них не дошло до тысячи отзывов они никто не исполняет это склейками вот они наращивают там выкупами до 1000 до тратят денег а потом понеслась каждую неделю по 500 по 1000 уже гонят до 20000 и вот так ладно пиво да если не ошибаюсь нашел жирный продающая с чек ключ конкурентов 0 по это первый признак что он не продающий как и так истинно чтобы продавать а как определили что продающий жирный то есть у вас в отчете ппс он продает да там или четко знаете мануале там по нему и полупашек продажа это подающий по-другому я не знаю как вы поняли что он продающий но в amazon ваня он в топе стоит это это не не всегда из гарантии что он продающий просто может сам за счет того что вообще не признак продающий очень много сталкивался с ситуацией когда ключи которые в топе блин сами выскочили что ни херой не продают дуба даже заскатил дом выскочил именно по той причине которую написали по нему нет конкуренции нет конкуренции нет денег мое понимание почему вся методика заточена на сборе ключей стать там где есть деньги они уже продают то есть стать его максимальная степень аранжирования и индексирования то есть они проиндексировались значит блин они уже должны продавать это поменьше во всяком случае вероятность ошибки гораздо меньше шипиться а при полном анализе по методике там к нулю стремится так что-то так так нашу жена у меня на самом хорошем истинных 33 процента и горя герасимова с этим поздравляю и вышел на уровень не бери его в партнер не предлагает не я честно осилить не могу свои проекты пока я говорю когда при инвестор вот эти разговоры идут кардерат тут же формат какой есть инвестор как ты взаймы берешь просто перекрутиться чтобы для оборота ну то есть что потому что амазон же не быстро деньгра другое дело основная же масса инвесторов как привлекают просто есть желание бабок нет вот есть опыт негативный бабок нет уж когда есть позитивный опыт деньги уже принципе не нужны большому счету но если разные другие моменты на самом деле вот я считаю инвестор сам должен прийти то есть и удобно заинтересовать и формат сотрудничества он должен быть ну совершенно разный потому что память правильно ну человек вкладывать действие вот у меня есть несколько людей с кем я работаю то есть они вкладывать действие я всему их учу они за обучение не платят и мы там 50 на 50 если будет прибыль но это чисто вот друзьям так делаем и просто но я могу свой опыт лично сказать кому я так сделал они работают три раза медленнее чем те кто бабки платим и это они вообще не не спешат никуда у них есть всегда причины то новый год китайский сейчас же не выгодно завозить когда ты человек есть тайминг я вот не вообще не не понимаю вот этого обучения чего я в институт прошел там 20 лет назад все все мы обучаем закончилась вот за это я не знаю как учить как надо не надо но я вижу вот эти моменты на собственном опыте что такая вот ситуация и второй момент предположим у человека и 100 тысяч долларов или неограниченный бюджет в принципе когда ко мне пришел говорит я хочу вкладывать 50 тысяч долларов в месяц ну то есть по большому счету я ему говорю я его конечно понимаем он должна быть такая жесткая команда с таким жестким опытом что блин у меня такой нет команд на данный момент то есть неважно наметили вы нас или мы бы я просто не прокачаю я не могу столько денег это сам освоить это не так просто вот из-за этого если человек закладывать например 100 тысяч какой бюджет 50 на 50 но не факт то есть это человек должен оценить мои знаниях 50 тысяч долларов да ему проще мое обучение взять за три у меня он есть товарищ ученик он говорит нет день если меня всему научил зачем мне партнер теперь вот то есть это нормально человек вышел он все получил получил знание он знает все как делать мы дружим мы нормальные отношения но с кем кто-то хочет за партнерец у колтиса кто-то не хочет это нормальная мы вот и все просто я вижу некоторые я уже старый становлюсь я был раньше энергичным сейчас мне все лень мне уже тяжело я вижу 20-летний ребята которые пашут еще хотя я все равно работаю достаточно много а я вижу кто больше меня работает я хотел бы к ним на хвост есть чуть-чуть отдохнуть но нет сил нет здоровья уже просто реальная мы столько времени на это и семья там и туда-сюда но невозможно стра до ночи вот а есть ребята которые еще более активные которые больше энергии сил мне вот просто я 20 лет я просто институт заканчивал помню как сейчас и в оптовке стоял за товарами меня говорю госэкзамен пропустить меня без очереди вот я со школы работал а здесь ситуация такая у ребят вот просто реально такая возможность это супер-пупер я не знаю ну просто вообще кайф я не знаю вот круче нет как вот мы с одним человеком разговорили минск он говорит вот сейчас бы я был вот я с людьми с друзьями общаюсь я им рассказываю они как-то ну да ну интересно туда-сюда он говорит вот я вот просто стою на их месте думаю блин что за баран и я бы на их месте если был был в их ситуации в обычной ситуации человек и услышал бы эти ябнаны на колени встал бы сказал расскажи блять научи и а им насрать у меня такая же в точной ситуации вот пока я не знаю там я не знаю там панамеру не куплю вот куплю поставлю все пиздец в очередь стану это такая тупость блять это просто так убивает и мы что вот только на внешние атрибуты внимание обращает не то что есть многим это уже не надо им этом я не знаю или там блин вот вот ты купил там корабль я не знаю а лучше там чем быть то что вот повседневные все и мы там вот это неправильно это неинтересно то есть люди ограничены мне наоборот нравится развиваться я здесь за год узнал столько информации за как за последний на десятку ему хотя все же нет там таким вещами занимались просто совсем а самое интересное что я понимаю что вообще на старте нахожу когда люди приходят amazon уже закончился типа я говорю да мы только начали приемы вообще я тебя просто обгоняю на год но так как ты сейчас полно крутых людей которые занимаются которые торгуют я уже обучение это разговор на задний план ушло в основном обучальщики профессионалы специалисты они чем-то они нагоняют сюда внешний трафик они просто рассказывать людям что такая тема есть они уже учат пусть они нам при привозят людей сюда чтобы группа росла говорит а почему группа трассет я не знаю я как 3000 набрал я больше ничего не делал я в феврале месяце я в январе месяце принял решение думаю просто как сделать интерактив я всегда к этому вот я вот придумал тела его вот она так и и развивается вот и все больше ничего не делал то есть я просто тупо как я и говорю говорю я могу делать одно и то же очень долго постоянно одном уровне все вот что я могу вот из-за этого но люди разные мне участок вот саратов и там ребята ко мне обратились как раз пообщались познакомились то есть нас вообще есть никого нет то есть я знаю двоих вот сейчас еще двоих вот если у вас там сколько народу у нас и мы то есть один сэлсхабе учился не запустился другой у мазепина его и кинолема и вот еще два два парня они короче учились у одного дропера немало известного он их не научил короче ну то есть у всех один негатив то есть вот три человек четыре человека вот эти вдвоем у всех негатив какой такой микро но много же организации со стороны города расскажите просто ну я могу рассказать мне но это вообще кайф просто блин ты дистанционно можешь работать ты можешь зарабатывать оттуда бабки брать не туда отправлять оттуда бабки брать на них жить я не знаю там развиваться все что угодно делать это просто кайф и реально я не знаю круче тема кроме биткойна в которые ябарки положили и тупо народ сидит и смотрит тут он проснулся 15 проснулся 16 ну рано или поздно это же закон беспредел какой то есть если сейчас вот криптовалюта уйдет как вот я же из криптовалюты пришел в принципе то есть мы в августе того года я продал свой биткойн и вложил в amazon я продал за 600 баксов меня был там 08 что-то такой 0 9 вообще нет а у меня еще остался мне сейчас товарищ звонит принципе товарищ звонит говорит это надо сейчас складывать биткойн бессмысленно там трейдерс надо заниматься как и раньше вот в эти неизвестные валюты ну крипто которые типа на старте и у них есть фундамент то есть серьезные вложения там и так далее там типа эфира и тогда даши и так далее и соответственно сейчас вложил у меня как раз биткойне там часто 10 миллионов сатош это где-то уже на 1000 с лишним вас вообще офигеть просто моя как раз вот ему завтра взвякну скажу давай все переведу туда выйти и как раньше многие ребята у нас кто занимался этим они просто покупали вот эти валюты на год на 2 их забывали и потом соответственно 1 выстреливает просто окупает все а сейчас при таком жори и он говорит просто есть за копейки можно купить там 234 там я не знаю там но я с ним посоветует просто вот эти деньги они мешают там левой на койн базе валяются мы вот отправлю моет штука рема куплю другие валюты ну пускай болтается что реально но эта тема но вот если эту тему откинуть круче я не знаю ничего просто вот блин ну это вообще кайф какой-то вот затрат минимум все все от тебя зависит если ты квалифицированно если ты хочешь квалификацию повысить если ты хочешь имеешь энергию а и тебе это интересно блин вообще круче нету какой бизнес может 3000 баксов я реально в amazon меньше трех штук положил всего за всю историю вот реально я пролетел на эти три тысячи я набивал шишки я убил свое время то есть я полгода там мне не было товара у нас товара реально заново который мы запустили всего с июня то все вот эти товары которые у меня есть там уже я считаю серьезно уже обороты то есть но но это вообще только начало то есть я не вижу вообще преград и развиваться и в этой нише и в другой соседней как вот как товар вот это вот я читаю ресерс да зайди ты бы селеры посмотри и посмотри где маржа еще осталось все и вперед и вот и все не попробуешь не узнаешь ну реально я не знаю я просто к этому отношусь должен быть просто у тебя какой-то бюджет который ты можешь спокойно инвестировать переинвестировать есть просто разные стратегии я сейчас к стратегии иду не широким ассортиментом а узким клином потому что опять же от от того что ресурс ограничено вот я понимаю даже когда у меня если не зайдет его лучше рестартную мы чем я привезу три товара по 500 или по 1000 и в аутусток выдачи потом буду мучиться опять пеписи валивать опять туда и мне это нервов столько это нафиг не надо я лучше три товара эти по очереди призу по 3000 по 5000 ну то что у меня уже есть понимание я вижу статистику по запуску товаров у себя учеников то есть если один мой выстрелит товар она купит все потому что я реально пробью и 500 и 600 и 400 и 300 то есть у меня были такие товары я на 500 штуках успел до 860 дайте ё-моё блин а сейчас я болтаюсь на 4000 ничего сделать не могу столько бабок туда валю и ничего сделать не могу потому что где-то что-то неправильно сделали где-то споткнулись где-то как-то и все куда согласен так ну что давай еще вопросов у нас по времени по времени сколько сколько у тебя сил хватит хорошо давайте предлагаю еще с полчасика порубиться в эту игру так расскажи еще раз про parent листинг и один продукт как вариацию для чего ты это сразу делаешь я делаю это для того чтобы склейку делать со своим листинам они чужим ну например первый заезд создаем сразу парен ты дворец на вторую заводе качаем ее заказываем кучу отзывов усилий ты даты ауто в сток то есть только что вопросы все задавали что делать запускаться снова в асинты со своей оси на запуститься со второй вариации которая в ауте с нее запуститься эти отзывы сохранились и погнал экономия экономия и ответил на ваш вопрос ответить может быть вывлечь и снова дарья в эфире вот жжет барышня я прошу прощения ничего личного смена под категорию увеличить продажи может только в том случае это весь день и она релевантна вашему продукт можете вляпаться поменять а там вообще нет в свете событий июля когда amazon некоторые группы клип признак определенным категориям под категориям можете нарваться неприятно что ключи светят потому что там они не индексируются артем использует бренд контент или просто description у меня везде просто description когда-то в старой старой первой практике я попробовал эту чушь она не работает не увеличила продажа идут с мобайла а только на компьютере and change brand контент такой красивый а на мобайле унылое говно как борешься sales tax никак не борюсь прямом обороте у меня эта проблема пока не настигла привет с каким бюджетом лучше начать продавать на amazon если первый товар блин с нормальным бюджетом я просто первая партия 500 штук вторая партия 500 штук третья партия 500 штук это денег которые нужно иметь то чтоб без аутов и 4 косаря на раскрутку на ракете формулу успеха на сегодня так и печь и надо смотреть так нестабильный интернет что-то показ сейчас нормально сейчас я обновлю ленту на ленту обновлю и смотреть верификает мы говорили больше что будет не хоть слышат люди да да нормально да хорошо так идем дальше по вопросам ух ты тут навалили ни слова разочаров с аудиториям так 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 можешь подсказать как собрать верифай отзывы на дорогой товар могу и органические продажи обычно в дорогих товар и отзывов то не густо или это старые листинги вообще на сегодняшний день с дорогими товарами на расклейка но все равно органические выкупы какие-то нужно сделать потратить какую-то бабки на реальный в верифай так у меня детский товар с магнитом вопрос пока не поздравляю так пришло первое письмо счастья требует инвойсы что посоветую посоветую предоставить инвойсы артем как избавиться от хиджеки два варианта нанять киллера второй вариант писать ему плохие письма он испугается и сам убежит просто настолько заезженный вопрос ребят я тему давайте вспомним нашего сегодня лайва как найти мертвый листинг ко мне специалисты так тарию я пропускаю потому что ее стало слишком много такая с у вас ставка на автомате сколько не верфай вы собираетесь блин какая ставка на автомате все разное создаются конкуренции не верифай вы собирает добирать в месяц опять же висимости от конкуренции расскажите производства не используемся артем еще раз если я правильно понял например вносим в чеф в amazon ванна потом из че потом притом этот из этого же в че так что получается что ой 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 получается поможет вам вносим все с че и н че которые стоят под в че ключом думаю да какой вопрос такой ответ я всегда был говорил чем внятнее задаете вопрос тем внятнее ответ какая разница между клейкой отзыва и заказом отзыва разница есть даже очень большая во-первых старые отзывы лучше отзывы если их до сих пор не удалили то не дефакт вообще удалят это раз мое мнение второе при приклейке отзывы и в рифт тоже приклеиваются тоже огонь ну и я думаю этого достаточно а и вью заказывать можно но в больших количествах это нереально на сегодняшний день когда перезапускать листин на какие показатели обратить внимание куда обратиться для перезапуска это не ко мне сегодня такой эмоциональный вебинар огонь серегу блин порадовали сегодня мы с тобой ржет с нас блин так списался сегодня с поддержкой попросил сменить тайл тыл долго тупили но поменяли новый тайл отобразился но не индексируется все пределы дозволенного лимита со знаками просил поддержки значит они поняли что такое индексация это индусы могут куда беда вроде поняли сказали ждите 24 48 до порой иногда так порой индексируется татал после первого года не всегда со старта он поиндексируется может но как говорится пробуйте и все у вас получится я подговорит у меня в портфеле 40 разных альткоинов пошла уже крипта пошла так при запуске первого листа автомат нужно сразу включать нет сначала ручной только тогда когда есть статистика из автомата учимся запоминаем записываем вопрос сказал андрей с мг автомат настолько хорошо найдено несколько продающих битов остановился где-то в середине чуть-чуть понизил бицами с максимального не понял посетили ли на максимально автомат оптимизировался на стабильный коз 18-30 продаж с автомата идут стабильно но мало на мой взгляд так и должно быть на мой взгляд так не должно вопрос может ли понижение беда на автомате повлиять нападение ключей да может количество продаж на должном виде на повышенном одинаковое попробуйте увеличить бюджет у компании ситуация может до приятного или да да это до приятного измениться но аккуратничайте я рекомендую повышать по 5 10 долларов в день наращивать бюджет и да прибудет вам счастье денис хватит болтать дай слово артема денис вообще молчит и тут же денис дело говорит ну дениска дениску поддержат сюда да слючек плохого не посоветует а тут же из анетти подтвердил денис дениса не обидит но видите на волне строимся хоть я не денис но я стоялась только говорят что ты болтаешь и ты молчишь почему-то но мы я как бы тогда разговаривали за старая это с опозданием у меня артем ты в карпаты едешь на пацаны это в личку скорее нет запила более жирное предложение теплые края максимус вейсман так максус вейсман нравится слова сочетание это реально твое имя или нет то есть оставишь мне интересно вопрос полтавы при этом как выводить деньги в украине если чистый доход 5 10 к долларам из карта в банке есть более интересные способы специально обучены для этого люди пошукайте на просторах закрытых группах например объявление меняю пионер на наличку сегодня как раз у ленчик видео показывал как группа искать эти объявления чтобы не мучиться действо ну да вопросы но для менять людей могу потому что первый раз когда с этим сталкивается счета заморачивайся но обычно если вы активничаете в группах закрытых фейсбуке в том числе в этой вы найдете и в этой группе где то есть там скрытые я думаю так их припрятали так если товары практически одинаковые но то стоит ли на новый товар запускать автомат конечно стоит даже новый товар но даже новое спасибо горы не за что я не гору еще раз повторяю я просто чуть-чуть дольше вас занимаюсь амазона чуть-чуть наверно глубже но вероятно отражать на моем слабом здоровье кашля я курю какой вид рекламы вам с лучше все работает у вас меня нет амс и на чистом пиписе херячу это купон не использовал соответственно потому что не регистрировал мне нет юрлица что быть вендором вопросы закончились день аппарат сушить осло давай согласен полтора часа сегодня поставили рекорд 200 с лишним человек весь еще мы ни разу не переходили ну вот год заканчиваем какие-то прогресса есть так что польза есть вопрос кастин розын стенский рождественский вот юбленый баран просим вебинар для ассистентов как их обучать ребята мой совет возьмите положите при собой и записывайте каждую операцию операцию как нажимай то на этом предлагаю закругляться хочу поблагодарить всех кто присылал весело порой местами учительным денису большой вещать на вашу аудиторию и надеюсь если будут такие жестокие вопросы там принципе у вас есть еще такая же возможность в сэлс хабе в пятницу подобное мероприятие бы производиться был на работе и не спасибо обнимаю тебя все давай удачи пока пока пока